Всем привет! Сегодня 17 марта. Московская область. Я занимаюсь луком. Лук выращиваю через рассаду для получения луковицы в однолетней культуре. В этом году у меня два сорта. Это Сторон и Ксибишин. Когда высевала семена, я снимала видео. Оставлю ссылку в инфобоксе. Кому интересно, зайдите, посмотрите. Итак, Сторон я высевала 17 февраля. Первые петельки у меня появились 3 марта. Всхожесть у него 95% не меньше. Отлично он зашел. Мне понравилось. Ксибишин я высевала 20 февраля. Первые петельки появились 5 марта. Я его изначально более разреженно высевала, потому что рассада у Ксибишина более мощная, чем у других луков. Но всхожесть здесь 75% не меньше. И здесь в бедре это остатки Сторона, которые не поместились в этот лоток. Я их просто бросила в бедро и они вот так замечательно взошли. Итак, лук взошел. Все хорошо. В принципе, по всхожести неплохо. Не хуже, чем в прошлом году. Мне в комментариях девушка спросила, почему вы перо у рассады лука срезаете. То есть я лук стригу до высадки 2-3 раза. А перо, когда я уже его высаживаю в открытый грунт на постоянное место, вы перо не режете. И действительно, лук, который я выращиваю на репку и уже высаживаю в открытый грунт, я зеленое перо не трогаю. Я не срываю ни перышко, ни полперышка. Здесь несколько причин. Ну, во-первых, каждый лист это слой в луковой репке. И, соответственно, удаляя перо, мы тем самым лишаем питания одной из чешуек луковицы. Во-вторых, лук будет тратить силы на наращивание новой зелени, которую вы оборвете. Это еще одна причина, что лук может вырасти просто мелким. И если вообще обрывать перья, то в образовавшиеся вот эти отверстия к самой репке будет проникать слишком много влаги. Дожди, полив и так далее. Это будет провоцировать процессы гниения. И, в общем, лук или вообще будет гнилой у вас там под землей, или он, если и вырастет, он просто-напросто не будет храниться. Вот поэтому я лук, зеленое перо, уже когда лук высажен, не срываю вообще. Ну, если вы выращиваете только для зелени, пожалуйста, рвите. Но репки вы хорошие не получите. А почему я режу перо, укорачиваю в рассаде? Ну, здесь рассада есть рассада, здесь ничего не скажешь. Во-первых, нам лук, когда в рассаде, нам репка в принципе не нужна. Мы наращиваем корни. Вы все видели, когда мы высаживаем рассаду лука, любого эксибишена или любой рассады лука, у него такие мочковатые, крепкие, хорошие корни. Вот мы должны в рассаде лука нарастить корни, а зеленая масса вообще нам не важна. Нам самое главное нужны корни, чтобы он не заваливался, чтобы он питался. Соответственно, будут хорошие корешки, будут хорошие вершки, уже когда лук высадится. Ну, как-то, я думаю, кратко я объяснила, потому что написать не напишешь очень много, а на вопрос устно я ответила. Лук практически весь зашел, за исключением нескольких петелек, но это уже не столь важно. Самый главный момент для меня, это у рассады лука появляется второе перо. Это то самое время, когда я начинаю его подстригать. Он у меня уже потихоньку заваливается, но все, стрижка все исправит. Здесь вообще ничего сложного нет. Беру ножницы и подстригаю, как все говорят, на одну треть. Аккуратненько. И стараюсь подстричь, чтобы они были все одинаковые. Сильно лук не тяну, чтобы его не вырвать, потому что корневая система еще не столь сильная. Все, и так потихоньку-потихоньку я лучок весь подрежу. Конечно, нужно стараться, чтобы он был одинаковый. Чтобы развивались перья одинаково. Я знаю, что у многих, в том числе и у меня, лук сходит вместе с чернушкой. Я ее не убираю семя. Я жду вот этого момента, видите, кончик уже подсох. И обычно на вот этом подсушенном кончике продолжает висеть семя. Вот в этот момент я могу убрать. Раньше я этого не делаю. Жду, когда подсохнет кончик. И уже все питание, значит и семенчики с этой, ушло в лук. Вот тогда я могу ее убрать, потому что она имеет вес. У лука корни еще слабенькие и лук может завалиться. В общем, это такая сейчас работа. Я сейчас все срежу и подключусь. А так выглядит лук после стрижки. Смотрите, как он стал сразу аккуратный. И уже через неделю вы увидите, что рассада стала более крепкой и торинастая. Лук высеваю только редками. Вот на камеру, наверное, так не видно. Я сейчас подниму и покажу, что у меня здесь, видите, редки. Это самый удобный способ посева семян рядочками. Во-первых, я раз-два в неделю обязательно рыхлю между рядами. То есть, в принципе, после каждого полива. Все подкормки, какие будут, сухие или это жидкие, или просто полив водой, я это делаю тоже в между ряде. Очень удобно. Вчера днем я лук пролила. Ну, что значит пролила? Лук я не заливаю, так как он еще в рассаде маленький. Я поливаю, ну, на глаз я уже знаю, примерно только верхнюю часть. То есть, здесь еще, в принципе, корней внизу нет. И у меня полив такой легкий. И уже по мере роста лука я его буду больше поливать. То есть, я его сейчас так поливаю, что здесь у меня имеются дренажные отверстия, и вода отсюда не вытекает. То есть, вот поверхностный, грубо говоря, полив. Это я уже делаю все на глаз. Сейчас у меня, я взрыхлила немножко землю. Она влажная, обязательно должна быть влажная земля. Здесь у меня находится зола, смешанная с мелким песком. Беру так лопаткой, и опять-таки, в междуряде я посыпаю золу с песком. Это, возможно, и просто зола может быть. Я раньше и просто золу использовала. Но вот со временем пришла к такому моменту, что мне больше нравится золу мешать с песком. Вот как-то так. И тонким слоем я междурядья посыпаю. Посыпала. Беру палочку и взрыхляю в землю. И заделываю золу с песком в землю. У меня был такой опыт. Я раньше, знаете, как сделала? Насыпала золу междурядья и без заделки в почву. И при первом же поливе у меня эта зола стала, свернулась как цемент. Понимаете? Она просто напиталась водой, легла здесь к такой плотной, неразбиваемой вообще коркой. А когда начинаешь разбивать этот слой из золы, то, получается, какие-то неровные края задевают рассаду. И она или царапается, или вообще обламывается что-то. Ну, в общем, я пришла к такому опыту, что золу надо обязательно заделывать во влажную почву сразу. Как только подцепали, сразу заделка в почву. Сейчас я просыплю все плошки золой с песком. Полив будет только завтра. Я не буду сегодня поливать. Еще не сказала такой момент, что в этих плошках у меня заложена своя земля, которую я готовлю с осени. Я сейчас подмешиваю биогумус прямо здесь, в земле. Вы знаете, у меня есть червесторатель, и я его добавляю в землю. Вот здесь как раз биогумус. Первая подкормка, которая будет этому луку, через две недели. Я возьму биогумус и небольшим слоем рассыплю его по поверхности почвы. Это и будет моя первая подкормка. Через две недели. Еще периодически что делаю, это распыляю, увлажняю с распылителя лук. Потому что в квартире, конечно, суховато. А у меня на сегодня все. Я вам кратко рассказала, как ухаживаю за рассадой лука для получения репки в однолетней культуре. Я желаю вам всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал и всем пока.